На этот раз в Рязань приехали 35 команд, из них 32 участники Кубка России по воздухоплавательному спорту. Такое количество пилотов на фестивале впервые за историю его существования. А все потому, что регион интересен с точки зрения воздухоплавания, а организаторы за более чем 30-летнюю историю превратили фестиваль в легендарный. И вот утром 7 августа в небо над Старожиловским районом поднялись тепловые аэростаты. Далеко ли мы летим? Не, недалеко. Мало кто знает, но они летят не просто так. В течение полета спортсменам нужно выполнить задание. Попасть маркерами в кресты, при этом заданные способы могут быть разными. Отметить виртуальную цель на карте, а также зайти в заданный угол. Колоссальный опыт архангельского пилота Владимира Корнаухова. И вот маркер летит точно в цель. Хотя не все в сегодняшнем полете вышло гладко. Как прошел первый спортивный полет? Ну, первый полет прошел сумбурно, как обычно бывает. Волнение. Забыл, что сброс маркера по второму заданию гравитационно. Надо было аккуратненько его просто выпустить. Ничего мне этому не мешало бы, результат был бы не хуже. А я его вот так вот. Трудно все в голове удержать. Конечно. Ну, надо иметь хорошее настроение. Высыпаться, тогда ничего не забудешь. Команда – это не только пилот. Хотя от его опыта и знаний и зависит основной результат. Это целая группа поддержки. В случае с командой номер три – супруга пилота Лариса. И, конечно, те люди, которые отвозят на точку взлета, забирают после приземления. Всех объединяет одно – любовь к небу и одержимость воздухоплавания. С 22-го года узнал про существование фестиваля «Небо России». Друг мне рассказал, Алексей зовут, ему огромный привет. Говорит, есть желание. Ну, блин, не знаю, надо попробовать. Попробовал, и вот третий фестиваль подряд принимаю участие. Каждое утро, каждый вечер, вот не тяжело очень. Что вас тянет-то сюда? Сложно сказать. Красота воздушных шаров. Судить о результатах по первому полету рано. Впереди еще немало соревновательных дней. И если погода позволит – полетов. Поэтому у каждого есть шанс вырваться вперед и даже уйти в отрыв. Понаблюдать за процессом можно. Встать придется рано, но это того стоит. Встретить рассвет на просторах Рязанской земли, среди поднимающихся в небо воздушных шаров. Впечатление, которое останется с вами навсегда. Следить за координатами полетов можно на сайте фестиваля и в социальных сетях. Кроме того, с 9 по 11 августа пройдет грандиозный праздник воздухоплавания. С концертами, мастер-классами и маркетом. Пройдет он в Спаске, а как добраться – подробно описано в тех же социальных сетях фестиваля.